В конце августа в здании Краснодарской церкви Евангельский христиан-баптистов Ковчег в рамках проекта «Свобода-28» состоялся правовой семинар, организованный Славянским правовым центром и Институтом верховенства права. Участие в семинаре приняли священнослужители, юристы и бухгалтеры религиозных организаций Краснодарского края. Во время семинара адвокаты ответили на интересующие вопросы, рассказали о нынешней ситуации в сфере свободы совести и вероисповедания, дали ценные практические советы, рекомендации по вопросам организации богослужений, проповеди в публичном пространстве, оформлению необходимых документов для осуществления миссионерской деятельности и другим актуальным вопросам. На основании мониторинга, который проводит Институт верховенства права с помощью веб-сайта статья28.рф, мы формируем повестку наших правовых семинаров, на которых мы оказываем правовые консультации, отвечаем на вопросы слушателей и даем важные практические правовые рекомендации. Именно эту картину нам позволяет увидеть сообщения и граждан, и представителей религиозных объединений о тех или иных нарушениях в реализации их права на свободу вероисповедания. Защита прав граждан всегда начинается с просвещения, потому что, чтобы защищать права свои, нужно о них знать, нужно знать законодательство, которое их регулирует, и тогда будет защита более успешна. Поэтому было приятно пообщаться с людьми, которые служат непосредственно с местными священнослужителями и епископами, поговорить на те темы, которые их волнуют, отдать ответы на проблемы, с которыми непосредственно они сталкиваются. Поэтому надеемся, что после нашего семинара у служителей будет меньше проблем, или, по крайней мере, они будут знать, как с ними иметь дело. Как и во многих регионах нашей страны, в Краснодарском крае одним из главных является земельный вопрос. Конституционный суд в ноябре прошлого года разъяснил право граждан предоставлять свое жилье религиозным организациям для богослужений. Но проблема с привлечением верующих и религиозных организаций к административной ответственности за нецелевое использование земельных участков, на котором располагаются жилые дома, если в таких домах проводятся богослужения, остается актуальной. В церкви Ковчег в Краснодаре сегодня проходил семинар, поднимались юридические вопросы, наше соприкосновение с государственной властью, с разными структурами власти. И на самом деле нам надо хотя бы элементарные базовые моменты и законы, касающиеся деятельности наших церквей и деятельности благовестия, надо знать. Потому, братья, очень настойчиво рекомендую всегда, откликаться на такие семинары и иметь в виду, что наше участие в них просто необходимо. Благослови вас Господь. Рады тому, что семинар у нас прошел, практическую ценность он имеет. Ну, например, вот приведу такой пример. Мы услышали о том, что в ноябре прошлого года Конституционный суд вынес постановление, которым предусмотрено, что могут проходить богослужения и в жилых помещениях. Хотя до этого, с законом миссионерской деятельности, эти богослужения были как-то запрещены или, скажем, ну, были препятствия. А теперь мы услышали о том, что можно свободно проводить эти богослужения и мы уже получили большой в этом плюс. Все очень насыщенно, наполнено. Вот от души благодарна братьям за этот семинар. Я столько получила здесь, на этом общении. Больше даже, чем моя поездка в Москву была на встрече. Я здесь дома, на месте, в такой теплой, близкой обстановке могла порешать много-много вопросов. Спасибо огромное, братья! Спасибо! Информационное бюро «Спектр» Краснодар. Информационное бюро «Спектр» Краснодар.